Всем привет! Меня зовут Анастасия и вы на моем ютуб канале, который называется Настя Петелька. Добро пожаловать! Сегодня у меня 19 августа. Я не выходила, не снимала влоги очень-очень давно, так как на это были причины, о которых я сейчас расскажу. Также я покажу вам свои продвижения. Готовых работ не покажу в этом подключении, но может быть до конца месяца какие-то подключения будут. Планирую снимать либо неделю, либо две этот влог и выпускать уже. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чаёк, кофеёк и давайте смотреть. Я не выходила, очень давно не снимала влоги, так как уезжала в отпуск в Казахстан. В первую очередь хотела поздравить бабушку с дедушкой с днём рождения, сюрпризом прилетела. У меня есть небольшие короткие видео на ютуб-канале, кому интересно, проходите, смотрите. Я устраивала двойной сюрприз. Наряжалась в костюм Мишки, вместе с зайкой выходила и танцевала с бабушкой и дедушкой, но они не знали, кто в костюме Мишки. И потом, когда мы фотографировались, я сняла голову и они очень удивились. И также для своей двоюродной сестры и братишки это тоже был сюрприз, мой приезд. Я открывала двери, и они очень интересно отреагировали. В общем, кому интересно, проходите, смотрите. Я, пожалуй, продолжу. Мой отпуск не совсем задался так, как мне хотелось. Мне надо было сделать некоторые документы, что у меня не получилось сделать, так как нужен был загран паспорт, а у меня его нет. Как всегда, поменялись законы. И поэтому я в феврале ещё раз полечу в Казахстан. У меня уже куплены опять билеты. И 7-го числа, вот как сейчас помню, я успела увидеться с некоторыми людьми. И 7-го числа мы ходили на кладбище, я также посетила своих родственников. И у меня под вечер поднялась температура, и я слегла с гнойной ангиной. И 7-го, 8-го я лежала с температурой у бабушки. У меня гланды были все просто в гной очень сильном, извините за подробности. Поэтому, Света, привет тебе, прости, что я тебя вовремя не поздравила с днём рождения. У меня совершенно на тот момент вылетело из головы, потому что я вот болела. Половину своего отпуска я провела у бабушки, лечилась от ангины. Я уже второй раз в этом году болею, хотя я очень давно не болела, тем более так сильно. А тут уже два раза получилось. В общем, надо поднимать иммунитет. Ну, в общем, я прилетела с отпуска, уже вылечилась, вышла на работу, всё. И теперь я продолжаю вязать. Хочу рассказать про свой новый проект, который я начала вязать ещё до того, как я полетела в отпуск. Я начала вязать крючком, регланом сверху, свитер из коричневых моточков, которые я показывала. Но, пожалуй, я повторюсь ещё раз, потому что кто-то не видел, да, наверное. В общем, я купила пластиковые крючки, чтобы можно было вязать в аэропорту и могли меня вообще пропустить. Я купила три крючка. Это крючок номер пять. Вот такой пластиковый крючок, вполне себе удобный. Взяла пряжу. Это, если я не ошибаюсь, у меня куда-то этикетка делась. Если я найду, я постараюсь в следующем подключении сказать, что это за пряжа. Здесь такая толстенькая ниточка. И я начала вязать просто обычными столбиками реглан квадратный. Сверху вниз. Сделать довольно-таки широкую горловину хочу. Потом я её, наверное, немножко закруглю. Пока вот у меня вот такой реглан вяжется. В аэропорту у меня получилось повязать пару рядов. Как-то во время поездки мне было не до вязания. Я уже на тот момент себя, ну так, плоховато чувствовала. И когда прилетела в Казахстан, у меня как будто бы была аллергия. Потому что здесь в Калининграде влажный воздух, там сухой. И я начала чихать. У меня был насморк. Я думала, что у меня аллергия. Я, ну так, плоховастенько себя чувствовала. А потом вот выяснилось, что всё-таки заболела. Но там ходит грипп, поэтому я, видимо, попала под раздачу. И поэтому вязание у меня не особо шло. И я там связала буквально три рядочка и больше не вязала. И уже по прилёту домой я вот продолжила вязать. И давайте вместе с вами я сейчас поставлю маркеры, чтобы дальше можно было отслеживать продвижение. Так, вот красный маркер я ставлю. Почему я вяжу таким большим крючком? Мне хочется как-то более рыхло, чтобы это было. Так, у меня тут ещё один красный маркер. Вот, в общем, маркер будет стоять. Оно получается плотно. Но так как нитка толстая и меньше крючком, оно получается очень-очень плотно. И я буду ещё использовать... Свитер я планирую вязать вот прям как оно есть, широкими полосами до момента, пока не закончится пряжа. Но я ещё планирую немножко оставить, может быть, на рукава, на манжеты. Вообще, краевую здесь я планирую сделать вот этим цветом, светло-розовым, немножко, да, тоненькую. И также на манжетах тоненько сделать. Но получается, здесь я вяжу реглан и надо немножко оставить на рукава. Поэтому, ну, буду вязать, пока не закончится моточек, наверное. И немножко надо оставить. Не знаю, сколько оставить. Потом у меня по плану идёт цвет. И я вот выбираю между вот этими тремя. То есть я хочу сделать от тёмного к светлому. Скорее всего, будет вот этот цвет и, наверное, вот этот. Потому что этот более рыжий какой-то. Вот, наверное, будет вот так три цвета. Но если мне будет недостаточно, тогда я, наверное, добавлю ещё вот этот цвет. Но тогда это должно идти вот так, наверное. В общем, я думаю, что, наверное, три матка мне должно хватить. Хочу небольшой такой, ну, недлинный свитер. Просто обычный свитер, вот как пойдёт. Просто я не знала, что мне вязать во время дороги. И вот придумала вязать свитер. Но в поездке мало удалось повязать. Поэтому вяжем здесь. По факту уже. Носки я забросила вязать. Потому что я думала, что приеду, и мне бабушка успеет связать носки, слитки. Но, естественно, за неделю связать носки, не знаю, да, что я приеду. У неё там не было пряжи. И она, ну, сказала, что она не успеет просто связать мне носки спицами, да. Но теперь я приеду ещё через полгода. И она за эти полгода как раз вяжет мне следочки. Поэтому носки, наверное, я распущу и вязать не буду. Что-то не хочется мне как-то вязать себе слитки самой, когда у меня есть бабушка, которая вяжет спицами. И мне нравятся её слитки гораздо больше. А я лучше повяжу свитера или что-то такое. Мне как-то больше крупные изделия нравятся вязать. Так, что по свитеру черничка. В общем, я связала уже тело. Давайте вам покажу его полностью. Вот у меня готовое тело. Здесь есть прорези для рукавов. И я уже присоединила и начала вязать рукав. Напомню, что вяжу спицами шестёрка. По-моему, очень крупными. Если не пятёрка. Сейчас точно скажу. Шестёрка, да. Спицы шестёрка. Пряжа Фиджи. Пряжа Фиджи, которую мне подарила Светлана. Здесь 20% шерсть мериноса, 60% хлопок и 20% акрил высокообъёмный. И я первый раз вяжу спицами. И столкнулась с тем, что рукав по кругу вязать неудобно. По крайней мере, на этой леске. И Света мне подсказала, что можно связать по половинке и потом соединить. Вот что я и делаю. Сейчас я вяжу одну половинку рукава. Потом буду вязать вторую и соединять. Наверное, если бы у меня были чулочные спицы, можно было бы вязать по кругу четыре спицами. Но я так не умею. Мне кажется, я не смогу. Потому что это тяжеловато. В принципе, даже мне сейчас его вязать довольно-таки тяжело спицами. Хотя и шестерка. Но все равно. А если еще и по кругу, вот так вот, четыре спицы, у меня по-любому что-нибудь дослетит. Поэтому пока вяжем вот таким методом. Спасибо Светлане за такую подсказку. Вот такую часть рукава я уже связала. Давайте вот эти маркеры я уберу. Поставим один маркер на рукав, чтобы отслеживать продвижение. У меня, по-моему, остался еще один моток. Помимо вот этого кусочка. И все. Если мне хватит, тогда я буду делать вот этот валан. Но мне надо сначала связать рукава и лямки. И если останется, тогда уже валан свяжу. Если не останется, тогда будет без валана. Так, я ставлю маркер. Сюда прям посередине. Такой розовенький. Все, будем дальше вязать. Растет. И хорошо, хоть я тело успела связать до своего отпуска. Иначе бы я потом, ну, как-то бы запуталась, может, или не захотела бы продолжать. А так я тело связала. Все. Мне осталось набрать рукава и вязать рукава. Что я и делаю. Шар для свекрови тоже понемногу растет. И давайте я переставлю маркер. Наверное, вот этот синий. Что-то у меня два маркера тут стоит. Давайте один маркер поставлю на последний квадратик. Шар потихонечку растет. Никуда не торопится. Но мне надо ее, конечно, уже к весне, желательно бы к весне, к осени, желательно бы ее завершить. Пока она вот такая у меня. Еще вязать и вязать. Вот, маркер поставила. Так, и еще я начала вязать мотивы из пряжи. Я так думаю, что это пехорка, детская новинка. Скорее всего, эта пряжа у меня не подписанная. Я начала вязать вот такие мотивы из бабушкиного квадрата. Я думала связать жилетку или что-то такое для сестренки двоюродной маленькой. Но пока просто вот вяжу мотивчики. У меня еще и вот такой цвет есть. Я думаю, да, свяжу как раз. Может быть, к февралю какую-нибудь такую кофточку или платьюшку. Да из мотивов можно все что угодно вязать. Просто я не знала, какой размер. А сейчас я ее увидела вживую. И она такая довольно-таки маленькая, миниатюрненькая. Ну, учитывая через полгода, что она там чуть-чуть подрастет, да, уже понимаю, какой размер примерно на нее можно вязать. Вот. Так что, такие новости, такие планы. Вот эти мотивы я тоже вязала крючком. Сейчас скажу. Мотивы я вязала пластиковым крючком. Скорее всего, четверкой. Ну, в принципе, без разницы, каким крючком их вязать. Можно и тройкой, можно и четверкой. В общем, по-моему, четверкой пластиковым крючком я вязала. Не помню. Ну, разобраться можно, если что. Скорее всего, тройкой или четверкой. Либо придумаю что-нибудь новое с этой пряжей. Пока, ну, не к спеху. Пока вот в основе стоит свитер черничка, шаль для свекрови и дедов свитер из коричневой пряжи. Вот. Такие новости. Возможно, что-то начну новое. Не знаю. До следующего подключения. Всем хороших продвижений. Всем приветик. Сегодня у меня уже 27 число пятница. Вообще, как-то невероятно летит время. Уже конец августа. Вот-вот ожидается сентябрь. И для начала я хочу вам немножко поделиться событием таким небольшим. Мне приснился сон. Ну, я не буду прям подробно рассказывать. Я так расскажу вкратце, что за окном была стая саранчи. И подружка мне с Казахстана, которая говорит, да ничего страшного, они за окном. Ну, ладно. И я гуглю информацию и узнаю, что саранча снится к саранче в какой-либо стране. Неважно, в которой ты живёшь или в каких-то других странах. И я загуглила информацию, где ожидается нашествие саранчи. И одной из стран, это был Казахстан, Кустанай, Актубе, по-моему, если не ошибаюсь. Я очень удивилась. И подружка вот эта мне с Алматы как раз написала, что вещи и сны снятся с четверга на пятницу. Вот такая вот новая. Вот такой вещи сон мне приснился, представляете. Надеюсь, что всё будет хорошо и нормально, и этот сон не сбудется. Будем надеяться на это, потому что это очень плохо саранча. Такое дело. И, в общем, давайте перейдём к вязанию. Давайте я сначала расскажу про дедов свитер. В общем, всё никак он у меня не удаётся, потому что я сначала хотела квадратами, потом я захотела полосками. То ли я поторопилась, то ли что. В общем, я смотрю, что он у меня как-то, ну, кривоват. Я думаю, ну что считать? Я же всё правильно вяжу, что там, по три прибавки. Но, видимо, что-то неправильно. Потому что у меня на самом деле, вот даже визуально видно, что эта сторона больше, да, чем вот эта. С одной стороны здесь там больше петель, здесь меньше петель. Я не знаю, каким образом и почему. В общем, надо было мне вести счёт изначально, где, что, как. Потому что я что-то путаюсь с основной прибавкой в этом реглане, да, где есть подъём на другой ряд. Видимо, я здесь что-то наворотила. В общем, я это буду распускать. И у меня появилась другая немножко идея. Но пока я о ней не буду рассказывать, пока она не воплотится. И если она воплотится, тогда я уже буду о ней рассказывать. Пока это буду распускать. И оставим это немножко на потом. Но дедов свитер всё равно будет. Просто в каком виде, пока ещё непонятно. Так, что хочу рассказать про свитер-черничку. Последний раз я вам показывала, где был вот этот маркер. И я уже, видите, сколько связала. Это половина рукава. Вот, видите, он немножко закручивается. Потом буду вязать вторую половину и сшивать. И, как вы можете заметить, здесь у меня пошло на расширение. Рукав у меня будет вязаться вот так. То есть я буду соединять потом сверху и снизу. И расширение как раз-таки будет идти вот с двух сторон. В виде такого, как бы, клина или колокольчика. Не знаю, вот так вот будет смотреться, да, рукав. Мастер объяснений, конечно. Но, думаю, вы понимаете. Вот, боковинка рукава. И вторая боковинка вот так будет. И потом я это соединю. И вот он у меня будет идти вот так, интересненько. Вот так. В общем, ещё вяжу. Ещё, наверное, не знаю, рядов 20, наверное, надо вязать. Пока у меня где-то 80 рядов. Я каждый ряд записываю, чтобы мне потом вязать, соответственно, вторую часть и второй рукав. Вот. Всё. Я продвигала только это. Вчера полдня я возилась со швейной машинкой. Мне родственники отдали такую небольшую маленькую швейную машинку. Сейчас покажу вам. Вот такая машинка. Они называют её детской. Но я не нашла... Ну, как бы... Я сомневаюсь, что это детская. Написано просто мини-швейная машинка. Вот такая машинка. У неё плохо работает игла. То есть я её разобрала. Ну, я её раскрыла. Сейчас не буду раскрывать её. Сняла шурупы, разобрала. И вот этот язычок, или как я правильно штыр... Я не знаю. Просто я вообще даже в школе особо не любила шитьё. Но сейчас в таком взрослом, да, уже возрасте, я понимаю, что где-то что-то подшить было бы здорово и классно. Где-то свои вещи подшить. Где-то просто, да, вот я вяжу, например, те же самые квадраты, можно было бы сшить на машинке. Ну, то есть идеи есть, когда у тебя есть инструмент. И, в общем, я понимаю... Ну, извините, если я что-то неправильно называю и вообще называю своими словами, потому что я в шите вообще не разбираюсь. И в школе у меня было плохо с шитьём. Ну, потому что были недостойные учителя, которые не помогли вовремя. Я переходила с одной школы в другую. И у меня был страх, в принципе, да, нового класса, новых детей, учителей. Меня, в общем, загнали в угол и не стали помогать. И я, естественно, не разобралась. Ну, то есть меня кинули на произвол судьбы. Типа, ну, в одной школе мы изучали одну машинку и только-только теорию изучали. В другой школе они уже шили. И мне сказали, ну, на другой машинке там ножная какая-то была. Вот, бери шею, всё то же самое. Я ребёнок, помогите мне, вы учитель. И, в общем, я не взлюбила на тот момент шитьё. Но когда я училась в колледже на парикмахера, у нас были швеи. Какие у них красивые, прекрасные работы были. Это просто здорово. Их учили, вау, просто учителя у них были шикарные. Я понимаю, что многое, конечно, зависит от учителя, не только от ученика. То есть у меня желание было, а мне его вот так вот обрубили просто. И всё желание пропало, к сожалению. Но сейчас, спустя какое-то время, ну, небольшое желание заниматься шитьём есть. Я не люблю вообще шить иголки, там, руками что-то шить, подшивать. Мне проще выкинуть. Если у меня какие-то вещи там рвутся, да, я думаю, вот, надо отнести в ателье. Я отнесу, отнесу, в итоге эта вещь годами лежит, и я в ателье не хожу вообще от слова совсем. Я в ателье, наверное, была за всю жизнь, если не соврать, два или три раза. Всё. Мне проще выкинуть вещи, купить новую. Но если бы у меня была машинка, вот такая, да, например, даже такая маленькая, миниатюрненькая, я бы обязательно сама бы тут же подшивала какие-то вещи. Я бы изучала эту тему и занималась бы ей. Вот. И поэтому, извините, если я называю какие-то вещи своими именами, потому что я далеко от шитья, как я вам уже, да, объяснила. Далека. В общем, я разобрала её, и на видео в ютубе я поняла, что вот этот вот кругляшочек, который должен цеплять петлю, он не цепляет её вовремя. То есть игла не опускается в тот момент, когда надо. В общем, я крутила, вертела вчера эту машинку полдня, пыталась починить. Вроде бы всё получалось, но когда крутишь вот здесь, игла то ходит, то не ходит. Она как-то через раз. Вот, видите, она застревает. То есть она должна работать постоянно. А она вот, крутишь, она то ходит, то не ходит. И, в общем, я поняла, что дело не только в этой системе, но и в самой игле. И, в общем, пришёл муж, и я подумала, может быть, он что-то сможет сделать. Он тоже крутил, вертел и спросил, ну, я говорю, может быть, отнести в ремонт, потому что, ну, он тоже в таких вещах как бы не соображает. И он спросил, говорит, загугли, ну, поищи на Азоне, сколько она стоит. Есть подобные машинки, которые стоят там 900 рублей. Он такой, да проще новую купить, чем нести в ремонт. В общем, я тоже так подумала, что заморачиваться тогда смысла нет. Даже, ну, я почитала комментарии других людей, да, по поводу таких машинок, что даже если отнести её в ремонт, ты заплачешь как бы немаленькие деньги. Но вопрос, как долго она будет служить, потому что внутри там вот эти все шестерёнки, они пластиковые. То есть надолго ли это будет? Надолго ли будет вот это вот всё работать, да, как положено? Ну, и поэтому проще действительно купить какую-то новую машинку. Тем более я не собираюсь тут шить, как на производстве, как на заводе, да. Мне так вот чисто вот побаловаться, где-то какие-то эти сделать. Если мне понравится, если мне это прям вот будет, мне это зайдёт так же, как вязание, да, уже можно думать о каких-то более серьёзных машинках. А это так вот чисто подучиться чему-то, где-то что-то вот там футболка порвалась, ещё что-то подшил. Вообще красота, мне кажется, иметь такую мини-швейную машинку. В общем, вот немножко рассказала. Кому интересно, или может быть у кого-то такая есть, я могу назвать модель FHSM203. Может быть кто-то что-то о ней знает. Подскажите, что бы вы сделали, отнесли в ремонт, или всё-таки купили бы новую. В общем, я пока в раздумьях. Я, конечно, зайду, узнаю, принимают ли у нас вообще такие машинки, делают, чинят, и сколько мне это обойдётся. Или всё-таки действительно уже купить новую, которая будет работать сразу же. Вот, такие новости. Всё на этом. Следующее подключение, не знаю, успею сделать в воскресенье или нет. Если нет, то будет такое небольшое коротенькое видео. Если оно будет очень короткое, тогда я продлю на вторую неделю. В общем, всем желаю хорошего настроения и прекрасных готовых работ. До встречи! Так, всем приветик! Сегодня у меня 26 августа. Подключаюсь к вам с рук. И вот, смотрите, я довязала рукав. Я его сшила по краям. Очень хороший шов получился. Не сильно-то заметно бросается в глаза. Здесь можете наблюдать такие небольшие дырочки от прибавок. Но меня это не смущает. Красиво смотрится, как по мне. И смотрите, какая история. Не смейте сильно громко. Я связала его на расширение клином, думая, что когда у меня рука будет располагаться вот таким образом, да, это будет всё свисать красиво. Но на самом деле это всё топорщится. И он просто вот так вот и торчит в разные стороны. Такой клоунский рукав. Давайте сейчас покажу, как эта вся история смотрится. Отвратительно! Я думала, что будет иначе. Но как бы я это всё делала сама. Поэтому, естественно, что мне придётся это всё сейчас распускать по краям. И распускать до этого момента. И вязать ровно. И причём ровно я должна связать ещё длиннее. Потому что он такой довольно-таки коротковатый получился. И он вот здесь как бы в обтяг. Ну, нормально так сидит по руке. Но вот это вот очень некрасивая история. Поэтому это всё я сейчас буду распускать. Вот так примерно. И вязать где-то вот так. Не знаю, как это я буду распускать. Потому что ниточка получается махеровая. Да, если не ошибаюсь. Ну, в общем, это всё будет цеплять. Это, наверное, надо будет с трудом как-то всё распускать. Но надо это сделать пока ещё не поздно. Вот такое подключение. Такие новости. Дорогие мои, к сожалению, мне не удалось подключиться в субботу. Поэтому продлевать влог ещё на одну неделю я не хочу и не буду. Поэтому я говорю вам до новых встреч. Всем красивых готовых работ. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok